Украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого незаконно удерживают в России, присудили премию американского пен-центра имени Барбары Голдсмит «Свобода писать». Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Мустафа Найем. По его словам, украинцы наградили за то, что он имел мужество выступить против нетерпимости к свободе и инакомыслию. Награду от имени украинского политзаключенного получила его сестра Наталья Каплан. Нардеп Найем также отметил, что 27 из 40 обладателей премии «Свобода писать» были освобождены из заключения в течение полутора лет после ее получения. Напомню, в августе 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону осудил украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко к 20 и 10 годам тюрьмы соответственно. Их признали виновными в подготовке терактов. После оглашения приговора правозащитная организация Amnesty International назвала дело Сенцова-Кольченко сфабрикованным. Отмечу, что Пен-Клуб – это международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов, которые работают в различных литературных жанрах. Крымско-татарскому активисту Руслану Зайтулаеву российский суд дал 12 лет тюрьмы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Владислав Рязанцев. По его словам, поддержать обвиняемого пришли более двух десятков единомышленников. Таким образом, Россия продолжает грубо игнорировать и международное мнение, и решение международного суда ООН, который обязал Кремль прекратить преследование крымских татар за их политические убеждения. Как известно, недавно ГАГский суд принял решение, обязывающее Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса и соблюдать права человека в аннексированном Крыму. Напомню, в конце сентября прошлого года Северокавказский окружной военный суд России признал крымско-татарских активистов виновными в терроризме, приговорив их к пяти годам тюрьмы. Никто из них свою вину не признал. В конце декабря Верховный суд России отменил этот приговор в отношении одного из них, Руслана Зайтулаева. В знак протеста он объявил голодовку. Дело было направлено на новое рассмотрение, которое завершилось для обвиняемого активиста более жестким приговором. В Украине отмечают годовщину Чернобыльской катастрофы, которая случилась ровно 31 год назад. Как сообщает портал РБК Украина, 26 апреля во всех городах проходят памятные мероприятия. В частности, память жертв катастрофы совместно почтили президенты Украины и Белоруссии Петр Порошенко и Александр Лукашенко, которые посетили ряд объектов ЧАЭС. Кроме того, масштабные памятные мероприятия проходят в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове и других украинских городах. Напомню, 31 год назад, 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв, о причинах которого до сих пор нет единого мнения. В ликвидации последствий аварии участвовали до миллиона человек, включая добровольцев. К ноябрю 1986 года над разрушенным взрывом энергоблоком возвели укрытие, срок которого составлял 30 лет. А в 2016 году завершилось возведение новой защитной конструкции, стоимость которой составила полтора миллиарда евро. Новая 110-метровая арка над четвертым энергетическим блоком Чернобыльской атомной электростанции стала самой большой подвижной конструкцией в мире. Украина поднялась в мировом рейтинге свободы прессы. Как сказано в списке, опубликованном Международной организацией репортеры без границ, наша страна поднялась на пять позиций и заняла 102-е место. Россия оказалась в этом рейтинге на 148-м месте, уступив Бангладешу 146-е место, Пакистану 139-е, Алжиру 134-е и даже Зимбабве 128-е место. Ну а тройкой лидеров в мировом рейтинге свободы прессы, в который попали 180 государств, оказались скандинавы, Норвегия, Швеция и Финляндия, занявшие первое, второе и третье места соответственно. Напомню, недавно в России было ограничено право журналистов вести трансляцию судебных заседаний. Субтитры подогнал «Симон»